8 лет назад я снимал в программе «Кто там?» балерину Наталью Осипову. Тогда она танцевала в Большом театре и только вернулась с гастролей в Лондоне, которые оказались для Осиповой триумфальными. Английская пресса назвала её «Новой Майей Плесецкой». С тех пор многое изменилось в судьбе Наташи. Сегодня она – прямобалерина Лондонского королевского балета. А три года назад я знакомил вас танцовщиком Сергеем Полуниным. Как раз тогда он покинул труппу Лондонского королевского балета. где стал премьером в 19 лет и осваивал новое для себя пространство музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Позже Полунин стал свободным художником и теперь танцует по контракту в разных театрах мира. А недавно Наталья Осипова и Сергей Полунин встретились на московской сцене. Они станцевали, как приглашённые звёзды, в двух балетах театра имени Станиславского и Немировича Данченко. И это бесспорно стало событием столичной музыкальной жизни. Для меня, наверное, был важен всегда не результат, а процесс. Это, может, в какой-то мере неправильно, но всегда я считаю, что главное, чтобы не скучно было. То есть, а жизнь одна. И главное смеяться и делать что-то неординарное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тяжело быть, наверное, собой и ничего не играть. Потому что мы привыкли с детства, мы привыкли со школы, мы постоянно кого-то изображаем на сцене, постоянно играем каких-то людей и постоянно даже какую-то манеру начинаем создавать. А тут нужно вот просто быть собой, абсолютно естественной, гармоничной, существовать с партнёром на сцене. Вот какое у тебя сейчас настроение, так и танцевать, как будто ты импровизируешь. И это очень тяжело, действительно, для меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Полунин сегодня приглашённый солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. И этот статус его вполне устраивает. Я считаю, что артист не должен быть привязан ни к какому театру. И хочу, чтобы именно балетные артисты были больше как оперные артисты. Не понимаю, почему балетные артисты не могут просто ездить, творить по разным театрам. Почему театры так конкурируют за артистов, так привязываются к ним и не отпускают. И я считаю, что это очень напрягает артистов. И не должно так быть. Я считаю, они должны быть свободными. Несколько лет назад Наталья Осипова удивила любителей балета своим неожиданным поступком. Она покинула Большой театр, в котором достигла ранга прима-балерины. И начала новую жизнь в Санкт-Петербурге, в Михайловском театре. Впрочем, сама Наташа весьма логично объясняет этот шаг. Я, наверное, рано всего добилась. У меня всё произошло очень рано. Я станцевала очень много. Я стала известная достаточно рано. И как бы я не понимала, а что дальше. Бросить то, что самое такое уютное, хорошее место, которое уже я пригрелась там. Ваши театр. Да, меня все любили. И всё было хорошо. Никаких проблем, в принципе, не было. Ни с репертуаром. Я думаю, что причина была в том, что хотелось сделать, чтобы было неудобно. Эта ситуация привела в итоге к тому, что я попала в Лондон. Хотя я абсолютно на это не рассчитывала. И в голове у меня даже этого не было. В 2013 году Наталья Осипова стала прима-балериной лондонского королевского балета. И это был принципиально новый поворот в её жизни. Я станцевала Манон, к примеру, в Ласкало. И приехала на работу в Лондон, как бы не заезжая домой, с чемоданами. Вообще не понимая, куда я еду, где я буду жить. У меня не было ни квартиры, ничего. И первая такая эмоция была. Мне захотелось заплакать, потому что я вышла из аэропорта, и я не понимала, что дальше. Вообще, куда мне ехать, где мне жить. Как бы друзей у меня там нет. Получилось так, что я приехала в слезах в театр и пошла к директору. И мне сразу же помогли. Мне дали квартиру, сказали, как бы, найди жильё. А пока ты можешь, как бы, пожить в театральной квартире. Готовься к своей премьере. Я танцевала первый спектакль. Это была Ромео и Джульетта. Прямо буквально через неделю, как я приехала. И было очень тяжело. Я никогда не жила одна. Я разбиралась, как платить за квартиру. Как платить за газ, за свет, за все эти вещи. Я никогда не готовила. Я не знала вообще даже, как стирать и включать в стиральную машинку. Но в итоге я очень рада, потому что наконец-то я стала самостоятельной. Научилась как бы жизни, научилась за все отвечать сама. Шел на ощупь долгое время. Но сейчас я практически создал, создал в своей голове то видение, что я хочу, что моя душа хочет, что я хочу делать. Это создание своего фонда, чтобы я не принадлежал, не зависел ни от чего. Этот фон будет спонсировать детей талантливых. Этот фон будет спонсировать мое кино, которое я хочу, которое будет помогать популяризировать балет. Кино о балете ты хочешь снимать? Это будет новое направление, и разговор будет танцем. Есть предложение сделать в Сербии базу для артистов. Почему Сербия? Потому что это пока еще она развивающаяся. Это город Белград, который еще свежий. Там нет чего-то устоявшегося. Это новые артисты, новые таланты. Это тот город, который между. То есть он и чуть-чуть и к России, и к Европе. И там дешево, что очень важно, я считаю, для артистов. Потому что в Лондоне, например, если делать какую-то базу для артистов, там нужно быть миллионером. А там все-таки можно и жить, и творить. Мой стиль, как бы он не очень вписывается в деликатный тонкий стиль английского балета. Я очень часто делаю все очень по-своему, очень ярко. Я не могла себя притушить и понять, что искусство, оно тоже бывает другое. То есть оно идет изнутри, когда не надо плескивать это все. Страсти наружу. Страсти, да. И вот я очень благодарна как бы и Лондону, и педагогам, которые научили меня смотреть на это все по-другому. ПЕСНЯ Как возник ваш дуэт с Наташей Осьбовой? Наташа пригласила меня станцевать с ней Жизель. Это была ее инициатива? Да, в Ласкало. Я сразу согласился на предложение, у меня много было разное. Я считаю, нужно чувствовать свои какие-то чувства, свой инстинкт. Подсказал, что нужно поехать и с ней это станцевать. Мне не Ласкало было важно, а мне было интересно было с ней станцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, конечно, танцовщик фантастический, с очень сильной харизмой. Я, конечно, много слышала о том, что он не любит репетировать, что у него какие-то... Я не знаю, я этого абсолютно не почувствовала. У нас прекрасные отношения сразу сложились, и мы очень увлеченные и много вместе работали. Поэтому я бы даже сказала, что для меня, наоборот, сюрприз был, насколько он тонко, глубоко работает, абсолютно понимает, чего он хочет. У Сергея Полунина татуировка на руке появилась, Наташа. Что это означает? Ну, ну, Сережина, наверное, не знаю, наверное, как бы, может быть, как бы... Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. У тебя даже татуировка появилась на руке, Наташа. Да, да. Ну, и это, наверное, то, что не надо никогда делать. Татуировка у человека, который любишь, потому что всё в жизни может поменяться, но захотел и сделал. Всегда, я считаю, чтобы найти себя, тебе нужно в первую очередь быть одному, и тишина. И в какой-то момент я даже телефон выкинул, чтобы ничего не мешало, и быть одному, и просто понять, что именно тебе хочется. Я считаю, у каждого человека в таком возрасте, 23-24, ты не знаешь, чего хочешь, ты не знаешь, что тебе ждёт впереди. Их, ты, конечно, удивительный человек, ты вот любишь и умеешь всё рушить и начинать всё с нуля. Да, это есть во мне, но надо стараться этого не делать часто. И мне нужно именно учиться тому, я считаю, чтобы не разрушать, а наоборот добавлять и строить мосты. Когда ты понял это? Недавно. Буквально, наверное, месяца два назад. Меня, в принципе, вот сейчас всё устраивает, и моя работа, и моя личная жизнь, и то ощущение, с которым я просыпаюсь каждый день, я просыпаюсь, и я счастлива, меня ничего не напрягает, вот так бы я это назвала гармония. Сейчас такой переломный момент, когда, я думаю, всё поменяется, и всё идёт, в принципе, по нарастающей, в правильном направлении. И самое главное, более счастливый, счастливый период. Счастливый, когда приносит удовольствие, когда находишься рядом с человеком, которого любишь и понимаешь, что ты хочешь делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!